Четвёртый тон добротолюбия. Святого Фёдора Студита, 262, глава 121. Радуясь и веселюсь, смотря на ваше преуспеяние, Но сколько радуясь только же из другой стороны, Объемлет меня страх и трепет, Как бы ни превзошло какое-либо нестроение, И не низвратило всего, что многими трудами и потоми вами приобретено. Почему вообще ко всем вам обращаю слово? Блюдитесь, бдите и молитесь. Никто не замышляй особицы и сам о себе тещи, Никто не сдвигай ног своих с твёрдого камня веры Отцу своему духовному, Не ослабевай в своих подвижнических трудах, Ни другим каким образом не принимай к себе многоглавого змея Вселукавого и изворотливого в прельщении на грех, Такое или такое, таким-то или таким-то способом, Под таким-то или таким-то благовидным предлогом. Он многоискусный изобретатель, грехоосеятель зла, Сверженный с небес и на землю, как молния не спадшей, Пролез, как тать, в рай, и праца нашего Адама прельстил. И с того времени и доселе людей научает всяким нечестим и грехам. Он и христианский народ научил ересим и делам непотребным, И нас покушается ранить стрелами греха и умерщвлять. Почему прошу и молю, твёрдо шествуйте путём своим, Облегшись во всеоружие своё, И никак не давайте входа ему и даже подступа к себе. Этого вы достигнете благою, как я сказал, верою Отцу, Неуклончивым Ему исповеданием и полным откровением своих сокровенностей, Потом смирением и послушанием, нелицемерным и терпением благодушным. Ей, братья, молю и прошу вас ради Бога, Ради воздаяния, ради вечной жизни и радости её, И страха ради противного тому, Огня неугасимого и других безмерных мучений, Ещё и ещё потрудимся, бодренно теча, правошествуя, Борясь и силясь безбедно переплыть в великое море жизни этой, Чтоб по смерти получить венцы правды и блаженное бессмертие. 122. Как долгий, совершающий путь, с места на место переходит, По пути иногда ровному и укатанному, А иногда по пересекаемому оврагами или топкому от дождей, Так и мы, настоящую жизнь переживая, Переходим со дня на день, с года на год, Встречая иногда неприятное и тяжёлое, А иногда приятное и радостное. 133. И как те, недолготое пути, не тяготятся, Ни из-за встречаемых на нём трудностей не останавливаются, Взирая лишь на один конец пути, Так и нам, добрым подвязающимся подвигам Послушнического и постнического жительства, И доброю, шествующим стезёю, ведущую в Царство Небесное, Не должно ни унывать, ни возвращаться вспять, Не изнемогать от встречаемых неприятностей, Препятствий и прискорбностей. Нам на пользу попускаемых, благопопечительным, А нас промышлением Божиим. Ибо если те ради небольших и неважных выгод При временной жизни не останавливаются Перед предлежащими им трудами путешествия, Не тем ли более нам, ради благ вечных И неизмеримо великих, подобает всё терпеть, Всё благодушно принимать и переносить, Чтоб только сподобиться улучшить уповаемое? Ей, братья мои и чада, Будем доблестнейше и благодушнейше Переносить всё случающееся И все неразлучность, связанное с нашим образом жизни, Всё. Труды, тяготы, посты, бдения, Колено преклонения, Спание на голой земле, Зной и холод, Алжбу и жажду, Бедность, одежды и обуви, Некую неопрятность по причине трудов, Неотложность послушания и молитвословия И всё другое с этим, Связанное в подвижнической жизни нашей. Блаженны мы и приблаженны, Приутруждаясь в духовных подвигах своих И с любовью, встречая случающееся Искушение мысленное и чувственное. Да и есть ли кто в счисле от века просиявших святых, Который бы без потов и трудов, Без искушений и скорбей провёл настоящую жизнь? Назовёшь ли Авраама, великого в патриархах, И после него бывших патриархов, Пророков и учителей, Или хвалу апостолов Павла с прочими апостолами, Или потом прославившихся отцов, Стефана, первомученика и всех других с ним И после него замученных Христа ради, Антония Великого и всех преподобных С ним после него подвязавшихся? У всех их найдём непомерные труды, Поты, борения, утомления, скорби, Гонения, нападки, клеветы И всякого рода искушения. Прошли, говорит святой апостол Павлу, Милотях в козьих кожах, Терпя лишения, скорби, озлобления, И о которых весь мир не был достоин, Китались в пустынях, в горах, в вертепах И в пропастях земных. И все они так, Иначе нельзя угодить Богу, Нельзя без трудов совершить путь спасения, Ни без подвигов одержать желанную победу. Как же нам, взявшись за одинаковое с ними дело, Иначе успеть в нём, Как не таким же образом жизни, Каким они жили и прожили свой скоротечный век? 123. Придите, отбросим уныние и леность, И воспримем тщание и рвение К исполнению всех заповедей Господних. Придите, подвигнемся на то, Чтобы превосходить друг друга Не словом, а делом, Не тем, чтобы настаивать на своём, Ибо это свойственно противной нам стороне, Но чтобы уступать, Переносить оскорбления, поношения и насмешки. Придите, ступим в соревнования друг к другу, Не в том, чтобы возмущать и возмущаться, Не в том, чтобы поднимать брови перед низшими, И гордо закидывать голову перед высшими, Ибо такова вознесшаяся против Бога Вседержителя гордыня, С высоты небесной на долю и землю низверженная, Но в том, чтобы мирно быть и умерять, Кротку быть и укращать, Смиренно иметь нравы и уничиженное мудрование, Ибо таков Сын Божий по послушанию и смирению Вочеловечившейся, и крестом, и смертью Спасший человечество. Придите, Станем подражать друг другу, Не в том, чтобы ленить и оставлять Божественные дневные службы и ночные псалмопения, Ибо это свойственно лентяям и младенчествующим, Но в том, чтобы быть скорыми на дело Божие, Упреждающими других приходом в Храм Божий До начала псалмопения, Ибо таковы ревнители, благочестия и добродетели. Но чтобы не перечислять все одно за другим, Скажу общее. Будем все подражать друг другу в добром, Союзимся бездерзостную любовью, Мирным благонастроением И благожизненным смиренно мудрием, Будем избегать лукавства и взаимных подозрений, Утвердим душу во взаимном доверии Духовным сочетанием. Никто не будь иудою предателем, Ни двоедушным и непостоянным, Ни невоздержным и блудолюбивым, Ни суровым и жестоковыным, Никто отнюдь да не делает так и не поступает, Но да преуспевает всяк В одном преподобном, праведном и благоугодном Богу, День изо дня, ожидая часа скончания Своего и чая, дня явления пришествия Господа нашего Иисуса Христа, В Который все притворится и преобразится, И мы станем перед страшным престолом судьи В присутствии всех бесплотных чинов ангельских, Дать отчет во всех делах, словах и помышлениях. 124. Письменно из заточения Радуйтесь, как истинные рабы и слуги Христа Господа. Вам Он уготовил венец и царствие свое, Если тоже будете хранить сердечное благонастроение, И тот же держать образ жизни, мирствуя, Соблюдая заведенные порядки, Пребывая непорочными и чистыми, Благопокорливыми и смиренно мудрыми, Прилежа рукоделием, псалмопением, стихословием, Открывая помыслы и все другое, Что лежит на вас, исполняя. Что касается допринятия новых братьев, То я желаю, чтобы братство наше было наполняемо Не одними горожанами, но и селянами, Которые более пригожи и привычны К трудам и работам у нас заведенным. Умножение горожан, как я думаю, Не будет для нас здорово и благотворно, Как в телесном, так и в душевном отношении. 125. Так же. Бог да укрепит вас, братья мои честнейшие, В делах рук ваших и в подвигах ваших душевных, И во всем да сохранит вас непорочными И неуязвленными, В подаемые вам силы и Духа Святого, Готовыми сущих на исполнение всех заповедей Его И на всякого рода послушание. Зря перед собою благо, Отложенное возлюбившим явление, Возлюбившим явление Господа, И ни во что вменяя все здешнее, Славу, удовольствие, утехи, И покой плоти, Но распявши себя миру И вперяя ум в созерцание небесного. Так жили и все древние отцы наши, Отрекшись от мира и всего, Что в мире. И работай Господу в священном и ангельском Чине нашем. Держите же, чадо мои, предания, Как приняли их. Пламя страстей, Угашайте рассои целомудрия и чистоты, Влечения своих пожеланий Отсекайте мечом послушание, И делателями искусными бываете И заповедей Господних, И дел рук ваших, Какие назначает теперь управляющий вами. Все братства ваши, Как одна душа, И как бы один некий муж, Бодренно, благодушно, И единодушно творит дела свои все, И духовное, и телесное, Как перед лицем Господа. 126. Тоже. Вы распялись миру и мир вам, Отторгнитесь же от земного И возвысьтесь к небесному жительству, И единому Богу живите, Умерши всему другому. Где вера ваша, Туда да будут обращенные очи ваши. Чем пленены вы, Там да бодрствует и сердце ваше. Как и Господь сказал, Где сокровище ваше, Там будет и сердце ваше. Видите, Каких благ сподобились вы, И какого жительства удостоились, Ангельского, Как ангелы и ходите, Не подчиняясь влиянию случайности, Против гнева стойте кротостью, Против похоти целомудрием, Да не победит тебя малая сласть, Каждый день и час тревожащая тебя. Оружие против нее указал, Сказавший, Терпя потерпев Господа, И внят мне, И услышал молитву мою, Псалом 39, 2, И избавил от страсти, Хотя спустя довольно времени. Известны вам законы послушания, Подчиненные, А вам, начальствующим, Законы первенствования, Именно, чтобы быть произволением последними, Потому что вы первые, Располагаясь к тому состраданием и любовью. Надо бы нас не сходить, Но опять и восходить, Поговорить, Но и помолчать. Весело и приветливо улыбнуться В утешение духовное, И опять принять строгий вид, Здравомысленно не допуская излишества, Ни с той, ни с другой стороны. Очи ваши, да будут неусыпны К соблюдению правил, Приветливы при отвечаниях, Нозри, да не расширяются гневливо, Брови, да не подымаются горделиво, Язык, да не извращается тщеславно, Всякое чувство додержится смиренно, И всякий член благоустроенно, Уста добудут органом псалмопения. Ум, да помышляет только о небесном, Руки, да делают только дела благочестия и любви. Никто не будь прислушлив, Никто своенравен, Никто тяжелосерд, Садитесь все друг с другом в единодушие, Возлюбите друг друга бездерзостно, Дайте десниться друг другу На богоспасаемое ваше жительство. 127. Тоже. Известил меня пришедший сюда эконом, Что вы опять собрались вместе И начальствующие, и начальные, И восстановили у себя обычный порядок, Начальствующие начали распоряжаться, Как следует раздавать всякому подобающее послушание, Подначальные приняли их благопокорно и смиренно, И приступили к делу, Что при этом все вы соединены любовью, И любя друг друга братской о Христе любовью, Так что у вас всех одна душа, Одно помышление и желание Припоследствии мирной и благоустроенной жизни. Как обрадовалась этому смиренная душа моя, И как вас благодарила Господа, Об этом и говорить нечего, Ибо для меня ничего нет столь приятного и утешительного под небесем, Как чтобы вы жили хорошо, Исполняя заповеди Божии, И пребывая верными уставам ангельского вашего чина. Поскольку все такое у вас теперь восстановлено, То прошу и молю, Да пребывает каждый в благодушном терпении, Душеспасительно переживая день за днем В нелицемерном послушании. Да не будет среди вас ни разножелания Из своей уме, Своей нраве и своей воле поклонения, Ни ропотливости или шепотничества и скопов, Ни из нежности или дерзости и смехотворства, Также ни праздности или малодушия и горделивости, Ничего другого неугодного Господу. Ибо для того мы и оставили мир И все, что в мире, Родителей, братьев, друзей, знаемых, Села, города, торжища, зрелища, И все другое страстное и сластолюбное, До Христа приобрящим И по небесному жительствуем, До страсти истребим, А добродетелями обогатимся, Да преподобно и праведно поживши В нынешнем веке По подражанию преподобным отцам нашим Сподобимся получить обетованное нам благо, Поскольку таково звание и чаяние наше, Таковым да является и дело наше, И ваше обращение и поведение, Да по имени и житие ваше будет, И да блистает оно благими деяниями, Давая благодать приближающимся к вам лицам, Того же с вами чина, И мирянам, Дабы прославилось имя Отца нашего, Который на небесах, Дабы и нам, смиренным, Радостно было видеть то, Или знать о том. Чадо мое, Сафрония, Из многих я избрал тебя вместо себя Начальствует над братьями. Смотри, не покажись неискусным На посрамлении и пристыжении меня, Но свет добродетелей твоих Так да светится, Чтобы имя твое славилось Не между братьями только, Но и вовне. Ибо кто Бога имеет в себе Через исполнение святых его заповедей, Тот именитым делается И на небе, и на земле. Будь внимателен к братьям, Благ, учителен, Разумно напоминая о должном, Любезно обличай безобразящих, Праведно налагай эпитемии погрешающим, Врачуй отечески немощных, Вразумляй неведущих, И все делай на пользу братству. Ибо для этого я и дал тебе власть, Которую сам я смиренно имею от Бога По его промышлению. И все другие, и начальники, и подначальные, Верно делайте свои дела в страхе Божьем, Да радуется о вас Бог Со всеми святыми ангелами. Трудитесь усердно, Ходите в незлобе, Обращайтесь между собою в простоте, Не прерывайте откровения Сокровенных помыслов и пожеланий, Ибо в этом спасение души И избавление от страстей. Соблюдайте, как положено, Псалмопение, стихословие, Бдение, чтение, Все по уставу, Также изучение псалмов и тропарей на память, По указанию духовных отцов. И, наконец, молитесь о моем смирении, Да даст мне Господь утешение И крепость претерпеть Придлежащие при скорбности. 128. То же. Все вы живете о Господе И сокровиществуете себе Обильные плоды спасения, Удаляясь от всякого лукавства И всяких покушений на бесчиние. И да не будет в вас никто Бедственно дерзостен, Не родив, Сластолюбив, Грехолюбив, Плото угодлив, Срамен душое, Ненавистлив, Хищник, Хотя бы и ничтожных вещей, Завистлив, Спарлив, Задорен, Ропотлив, Недвига, Безделен, Непослушлив, Горд, Неуважителен, Лжесловесник, Скопотворец, Раздоролюбец, Объяслив, Соня, Раб плоти и мира, Иуда, Замышляющий предательство души своей И отторжение какого-либо брата Таковы сами себя похищающие у Бога, Отбегающие от Него И блуждающие по распутиям греха, Не хотят потерпеть жара дневного, Потому не получают и награды от вертоградаря, Или не хотят, как воины всесаря Бога, Нести трудов бранных, Чтобы доблестно повоинствовать, Благоугодить владыке, Потому не получают и наград, А заносятся в список дезертиров, И вместо их получают казнь, Когда уловляются. И так добрые воины, Своинники, Сподвижники, Сшественники, Почечем, Погонимся, Будем стучать И претерпевать все. Господь близ, Чтобы увенчать. Он сам с неба смотрит на каждого бегущего, Сплетает венцы претерпевающим до конца. Почему все будьте чисты Через исповедание, Все мирны через смирение, Все благоподвижны По любви к деятельности. Глава, Как глава, Смотри, Что благопотребно каждому члену, И определив, Что кому делать, Приводи всех, И все в движение. 129. Тоже. Всеблагий Бог наш, Скорый на милость и богатый в щедротах, Умолен бы, Входотайством владычицы нашей Богородицы И молитвами покровителей наших, Святого предтечи и богослова, Вместе с вашими прошениями, Отвел искушение и извел нас Из заключения темничного. Итак, Благодарственный общий всем Вошлем песнь Богу-благодателю, Что приложил скорбь в радость И разрушил козни Лукао На нас подвигнутые. Впрочем, Что я пострадал, Пострадал по грехам моим, А не по чему-либо другому. При какой мысли я благодушенствую И верую, Что претерпенное мной Будет мне во ощущение грехов моих. В нашем искушении Мы уже все искушены, Как золото в горниле, И особенно здешние, Ибо которые прежде жили В духе святом И с верой несомненно, И те остались такими же, Нисколько не изменившись, Напротив, еще более укрепившись И утвердившись Случившимися бедствиями, Которые же пребывали В хладности сердца, В двоедуши, В плотолюбии нерадения, Те, как только коснулся Их удар зла, Отпали, как листья, И как отруби изрешит, А сами по себе Выскочили из монастыря, Чтобы обнаружилось, Которые были подобны Чистой пшенице. Сие разумея, Божественный Давид Говорил в псалме, Раздели их в жизни их, То есть грешников И нерадив их От добродетельных И преподобных. Но, о падение, Что так от собственной Небрежности Расточились кости их, Приади, пагубы. Впрочем, я болезную О них и плачу И не перестану Взывать О возвращении их, Пока будет дыхание Во мне. Может быть, Какие-нибудь из них, От малой искры Боговедения, Возгоревшись И обратившись К покаянию, Высвободятся От уст греха. И каковцы заблуждения Возвратятся В пути лукавого. Вы же по поводу Падения их Не бывайте пристрашны. Но еще с большим Дерзновением Стоите в подвиге Благочестия, В аскетических упражнениях, В труде рукодельном, В поте отборений, В мужественном свете Не каждодневно Случающихся Прискорбностей И наваждений. И это даже до крови И даже до смерти, Ибо так обещались мы, Как знаете, Когда принимали Святую схему. Теперь пусть Каждый осмотрится И обсудит, Что из того, Что обещал им Исполнено И что нет еще. И за первое Пусть воздаст Благодарение Давшему силу Подъять все то. Ко второму же Пусть направятся Ответственные усилия, Чтобы привесть Недостающие в дело. Дабы таким образом Вы достойно были Украшены Венцом мученичества. Так как Господь Говорит Не всякий, Говорящий мне Господи, Господи, Но творящий Волю мою, Тот есть верный Раб мой. 130 Тоже. Здравствуйте, О Господе, И благую жизнь Вашу Продолжайте Обычным порядком Совершать, Исполняя заповеди Говорящую славу, Беспристрастие, Божественная чистота, Равноангельное Бестрастие, Кротость, Правота, Любовь, Мир, Рвение, Терпение, Трудолюбие И всякое другое Богоугодное Расположение И дело. А прислушание, Ропотливость, Гордость, Тщеславие, Безделие, Продерзость, Пристрастие, Платолюбие И другие злые Деяния Стоят напротив Тех добродетелей. Добродетели Порождает Бог О страсти И грехи Сатана. И нет Никакого Общения Света Со тьмой И никакого Согласия Христа С Филиаром. Будьте же Сынами Божьими, Сынами Благопокорности И послушания, А не Сынами Гнева, Противления И пагуба. Никто Не особься От других Желаниями И мыслями, Никто Не люби Безделье, Никто Не рабщи, Никто Не будь Подделен Лицемерен. Но все Будьте Скоры На добро, Все Благодарны, Благодвижны, Благосокрушены, Благоприступны, Сорадостливы, Дружелюбны, Независтливы, Несоперничны, Да так Признан Будет Сущим Среди Вас Господь. Ибо Если Он Есть Там, Где Два Или Три Собраны Во Имя Его, Как Не быть Ему Среди Вас, Которых Так Много, Если Вы Неотступно Ревнуете Всегда Исполнять Заповеди Его, Но Если Бог В Вас, То Что Может Опечалить Вас, Или Стеснить, Или Обездушить, Ничто, Но Все Будет Сносно, Хотя И Притрудно, Душевное Или Той, Или Телесное, Ибо Если Бог За Нас, То Кто Против Нас? И Если Он Сына Своего Не Пощадил, Но За Нас Всех Предал Его, То Как С Ним И Не Дарует Нам Всего? Потому Стойте Не Колеблясь В Уверенности, Что Если Сохраните Неизменную Добрую Жизнь Вашу, То Несомненно Будете Наследниками Царствия Небесного. Ей Чадо Усердно Прошу И Молю Вас Зажгите Себе Огонь Любви Божественной Водушевитесь Ревностью Укрепитесь Мужеством Установитесь Чистоте И Непорочности Осветите Себя Молитвами Молениями Псалмопениями Бдениями Сокрушениями Исповеданиями Слезами Воздыханиями 131 Тоже Идем К вам Спеша В обитель И Во-первых Просим Молитв Ваших Да Благо Поспешенствует Нам Господь В пути Нашем И На Суше И На Море И Да Поможет Нам Благоугодными Перед Ним Явить Себя И Душевно И Телесно Во-вторых Напоминаем Вам Что Мы Не Были Беззаботны О Вас И Равнодушны К Вашему Положению Но Все Время Имели Вас Смиренной Душе Своей С благожеланиями Вам Особенно Ныне Когда По случаю Жат Вы В больших Опытах И Трудах Да Укрепит Вас Господь Бог И По Внутреннему И По Внешнему Человеку И Да Подаст Вам Силы Мужественно Перенести Внешние И Внутренние Тяготы К Тому Же Кто Разумеет Козни Дьявола Его Сети И Соблазна Внимайте Же Бодренно Как Чадо Мои Афанасий И Ефрем И Правьте Братья Богу Угодно Всем И Каждому Доставляя Потребно И Духовно И Телесно И В Обращении С Ними Применяйтесь К Характеру И Нраву Каждого И Бо Не Всем Одно Бывает Нужно Одному Нужен Остин Другому Узда Тому Эпитим Я Этому Прощение Третьему Обличение Увещание У Всякого Своя Страсть Свои Навыки С Ними Надо Согласовать И Врачевательные Приемы Все Живы Прочие Братья Чадо Божие Есть Ради Его Оставили Вы Мир И Пришли Сюда Ради Его Разорвали Вся К Общение С Плоти И Кровью Ради Его Взяли Вы На Раме На Своих Крест Его Из Любви К Нему Все Вменили Вы В Ничто И Обетованным От Него Благом В Будущем Веке Ничего Не Предпочли Из Временного Как Странники Пришельцы Пришли Вы В Обители Приняли Образ Монашеского Жития Благословен Выбор Ваш И Святое Решение Ваше Но Братья Прошу И Молю И Жизнь Вести Достойную Этого Великого Чина Чтобы Вам Находясь Вне Мира Не Оказаться Действующими Померзки И Чтобы Убежав От Плоти Не Жить По Плоти Как Это Бывает И Есть И Вы Знаете И Хотя Б Я И Не Говорил И Если Мы С Столюб Ствуем Если Страстолюбствуем Если Настаиваем На Своих Желаниях Если Домогаемся Первенства Если Спорим О Мантиях И Других Одеждах О Месте Стояния О Писали И Других Ничтожных Вещах То Не Плотские Ли Мы Не Мерзкие Ли Наше Борение Не Попустим Ж Братья Никак Не Допустим Чтобы Наше Святейшее Звание Не Спадало До Смешных Быть Бесславим Поносим И Оклеветаем Бога Ради Не Делай Ничего Достойного Осуждения И Поношения Украшение Монаха Одевайся В Самую Некрасивую Одежду Не Буду Более Распространяться Об Этому Бледите Отеческие Заповеди Не Прислушайте Слове Святых Ради Мгновенной Сласти Не Презирайте Вечного Блаженства Приедет Наконец Приедет И Не Замедлит Имеющий Судить Всех А Может быть Прежде Ищи Его Пришествие Придет Страшный Ангел Имеющий Отделить Душу От Тела Привидит Это Время Изнеможения И Последнего Издыхания Страшно И Это И Столь Потрясающе Что Не Вынося Того Умираем Что Будет По Исходе Души Когда Придут За На Это Расскажу Вам Небольшое Событие Бывшее Хотя С лицом Из Не Нашего Чина Но Очень Полезное Говорят Что Когда Пришло Время Умереть Знаменитому Тому Логофету Ставрикию Он Будучи При Самых Последних Воздыханиях Потея Трясясь И Скрижища Зубами Взывал Сильным Голосом Помогите Спасите Господи Помилуй Какая Толпа Бесов Черных И Безобразных Выходит Из Моря И Идет Ко Мне Он Жил На Прибрежье Морском Хотя Из Присутствующих Никто Ничего Не Видел Но Он Видел И Горько Жаловался Безжалостным Ко Многим Бывший Логофет Так И При Нашей С Вами Смерти Кто Победит Ангельские Хоры Или Демонские Я Блабы Зают Нас Тогда Точас Которых Мы Здесь Любили Если Мы Любили Чистоту Послушание Смирение И Другие Добродетели То Ангелы А Если Любили Тщеславие Непокоривость Противоречия Роскошь Смехи Зрелище То Демоны Ибо Страсти Демоны Суть Как Добродетели Ангелы Так Кто Же Победит Кто Возьмет Душу Мою Помилуйте Меня Помилуйте Меня Братья Мои Но Возлюбим Обще Все Мы Добродетели Чтобы Ангелы Победили И Взяли Нас А Не Страсти Чтоб Демоны Победили И Взяли Нас И Увы Лучше Бы Тогда Не Ибо Сильные Сильнее Истязаны Будут Премудрость 6.6 И Особенно Из тех Которые В нашей Схиме И Иреи Игумен И Другие Начальственные У нас Лица Не Броните Меня За Такие Слова Ибо Я Привожу Их Не За Тем Чтобы Постращать Вас Неправедно Но Долг Мой Исполняя Любя Вас И Желая Вам Добра Провозглашаю Должное 132 Тоже Чадо И Братья Сафроний Возьмись Заслужение Своё Ненебрежно Со всем Чанием И Усилием Нахожу Необходимо Всегда Писать Тебе О том Же Чтобы Возбуждать Усердие Твое Внимай Же Бодренно Во всем Руководя Братья Своих Помощникам И Советникам Себе Имея Аву Акаке Чадо Мое Назирая Наблюдая Исходы Каждого Во славу Божию